Наливаем грунтовку в ведро емкостью 20 литров. Берем универсальный колер зеленого или любого другого цвета и добавляем его в ведро с грунтовкой. Тщательно перемешиваем. Далее наносим валиком подкрашенную грунтовку зеленого цвета на поверхность стены из газоблока до полного насыщения. На монолитный пилон используем специальную грунтовку для монолитной поверхности. Устройство сетки серпянки на поверхности монолитного пилона и стены из газоблока. По стандарту BI Group на примыкание между стеной из газоблока и монолитной стеной используем серпянку. Наносим гипсовую смесь на поверхность стены. Затем приклеиваем сетку серпянку к гипсу. Ширина нахлёста 5-7 см. Устройство маяков из алюминиевых рейк под гипсовую штукатурку. Забиваем гвозди в стену из газоблоков. Затем протягиваем нитку так, чтобы расстояние между ниткой и газоблоком не превышало 10 мм. Затем в местах, где забиты гвозди, наносим гипсовую смесь и устанавливаем алюминиевую рейку согласно стандартам BI Group. Проверяем по вертикальной плоскости уровень. После установки маяков наносим гипсовую штукатурку на поверхность стены из газоблока в машинном способе. Затем тянем провилом вверх по стене. Температурно-влажностный режим должен составлять не ниже плюс 10 градусов Цельсия. При этом контур помещения должен быть полностью изолирован от внешних факторов.